Почему ваш мобильный сайт плохо работает? Почему некоторые сайты приятнее других? Что нас раздражает при использовании того или иного ресурса? Как не допускать критических ошибок при проектировании и верстке сайтов для мобильных устройств? Ответить на эти вопросы поможет список самых распространенных ошибок, которые мы собрали. Большинство багов допускаются разработчиками и дизайнерами по неосторожности из-за недостаточного внимания к мобильным платформам. Зачастую мобильную версию делают в ППХ и мало тестируют. Цель этого видео – наглядно показать, как лучше не делать и заставить больше думать о работе с вебом на мобильных устройствах. Помните о конечных пользователях и об их продвинутых смартфонах. Не нужно создавать в ап-версию сайта из прошлого. Многие считают, что адаптивный дизайн – это просто. Это правда, если использовать его правильно, а не разместить все блоки мобильной версии в один ряд друг под другом. Не убирайте с мобильной версии сайта важный контент или функционал. Не заставляйте пользователей в поисках его переходить на полную версию сайта. Это будет вызывать раздражение. Не используйте мелкий шрифт для важного текста. Минимальный размер текста – 16 пунктов. Не сокращайте сильно межстрочные расстояния. Это затруднит чтение длинных текстов. Контент не должен быть приклеен к краям дисплея. Не делайте иконки и ссылки слишком маленькими, иначе в них трудно будет попасть пальцем. Не размещайте на мобильной версии те же баннеры, что и на десктопной, иначе их содержание будет плохо читаться. Не используйте обычный тип инпута для полей, где требуется вводить цифры или номера телефонов. Сэкономьте время пользователя, активировав удобную клавиатуру. Не оставляйте включенной автокорректировку текста в полях, где вводится пароль, название улиц или фамилия. Иначе пользователям придется делать бессмысленные исправления. Изображения на ретиной экранах высокой четкости выглядят размытыми. Это недопустимо. Номера телефонов указаны без учета международного формата. Не забывайте, что ваши клиенты будут звонить непосредственно со смартфона. Код страны и города для этого обязательно. Если вам требуется помощь в выборе способа адаптации, просто свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на ваши вопросы. И поможем сделать ваш сайт мобильным. Продолжение следует...